всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и вот так вот начинается у меня каждое утро они постоянно я не знаю мутузят друг другу я бы так это сказала постоянно бегают вдвоем так что утро всегда у меня очень очень добрая но я сейчас хочу также вам показать свой заказ вальберес ну куда я без него затягивает давайте снова вам покажу заказ вальберес куда я без него заказала много так по мелочи во-первых купила вот такую пленку пищевую здесь что-то помнится мне много метров 300 метров она такая достаточно толстенькая надолго мне хватит супер также большой рулон фольги здесь сколько метров не знаю не помню длина за это по моему 80 до метров вот самый прикол в том что я когда читала отзывы на разную фольгу ну да под товаром короче но фольгу там прямо мужчина один написал что он рассчитал то есть там как-то длину умножил на вес там еще на что-то вычел вес втулки и в общем у него получилось короче что ему не до не 80 до вот 80 до метров я так понимаю не 80 метров а 70 там чем-то в общем люди реально измеряют такие вещи я в шоке так это такой бытовой также я заказала вот такие силиконовые крышки сейчас я открою в общем вот такие вот силиконовые оба крышки которые можно натянуть растягивающиеся до многоразовые крышки чтобы ставить что-то в холодильник но вы поняли о чем я ссылки я оставлю разных размеров здесь у меня раз два три 4 5 штук что ли нет раз два три 4 5 6 штук но я решила попробовать кстати часто видела там на вальдерс вот эти вот я взяла прозрачная нести розовенькие зелененькие всякие разные так еще взяла вот такие вот пакеты это бумажные пакеты тоже собирать своим мужчинам еду школу может быть может быть мужу что-то на перекусу если будет у меня брать все что не целлофановое вот такие бумажные пакетики вот такие вот они небольшие пакеты просто бумажные сюда кстати можно положить там допустим бутерброд или что-то такое но если что-то жирное то мне кажется она не выдержит такие вот бумажные но чтобы не пластиковые вот эти пакеты бумажными кажется лучше собрал что-то замотал и дал тот же бутерброд какой-то положить в общем классно это я взяла либо старшему либо младшему сыночку тоже школу брать вот такой ланчбокс ну просто без перегородки без всего вот такой зелененький такой достаточно плотный пластик мне кажется классном пусть так собираю какую-то еду вот можно например сюда какие-то фрукты сюда там не знаем булочку какую-нибудь и супер и еще заказала я помню про прошлые какой-то из прошлых своих заказов я заказывала себе носочки вот заказала еще вот такие желтенькие давайте тоже открою покажу снова вот этой марки как и предыдущий у меня набор предыдущий набор это был у меня такие пастельных оттенков носочки очень классные девочки хорошо стираются я их ношу вообще с огромным удовольствием и вот эта резиночка несмотря на то что она кажется вот маленькой такой она вообще не впивается в ноги не оставляет следов в общем супер я еще взяла такие желтенькие веселенькие себе еще благодарность за покупку мне положили вот такой вот вот и в общем две пары желтых еще себе до кучи взяла в общем вот эти носки девочки советуют все души тот большой набор таких пастельных оттенков и можно вот такие вот ярко веселенькие желтенькие поднимающие настроение зимой они очень качественной не пошли от стирки вот катышками ничего такого в общем супер мне очень понравились на ножки прям как вторая кожа супер хлопок а значит здесь состав вот хлопок 70 полиамид 20 10 лайк вот комфортная прочная резинка плотная текстура улучшает кровообращение тра-та-та в общем нет от всей души девочки света очень классные носочки прям супер вот здесь две пары так как у меня уже там был большой набор то взяла две пары еще вот такие мне были заказы в альберис ссылочки как всегда вам оставлю под этим видео а сейчас я вам хочу показать покупки моего мужа с калининской базы он в этот раз еще набрал разных сухофруктов кураган такой сушеная манго кстати манго сушеная очень вкусная бывает покупаешь магазине она прямо такой жестко это мягенькая классно все продается упаковками это сушеный ананас у меня его кстати очень любят дети грецкий орех тоже упаковка по-моему по килограмму здесь все фисташки это муж у меня их очень кстати любит вот дальше здесь грецкий орех в шоколаде и сушеный ананас в шоколаде кстати тоже очень вкусно вот такие еще орешки арахис до соленый и фундук вот такие вот он совершил покупки и конечно же накупил мне кучу овощей которые нужно переработать вот такое количество овощей цену он не помнит вот здесь свекла морковь морковь я кстати не просила это чисто его инициатива ну да ладно картошки взяла вот такую сетку перцев здесь внизу там мандарины персики априкосы чеснок лимон ему дали на сдачу там одна штучка там от мандарины я показываю внизу вот всего взял кстати персики и абрикосы очень вкусные на лимончик на сдачу кстати лимон тоже очень-очень такой прям ядрененький лимон вот так что супер еще взял вот такой мешок баклажан здесь брусника 3 килограмма брусники ящик помидор огурцы лук и арбуз кстати арбуз там по 20 рублей а еще виноград вот он запомнил арбуз по 20 рублей других магазинах подешевле но он говорит что здесь какой-то типа супер сорт не знаю мы попробовали он обычный обычный самый простой арбуз сладкий конечно но нормально девчули мои все проверили естественно ничего вкусного папа для них не принес поэтому можно сказать можно обижаться на него да он игунечка кошка кто про него спрашивал с ней все хорошо тоже иногда приходит посмотреть что тут у нас происходит в общем буду леофан вообще все собрались но я начала с помидор по вашему совету я решила сделать вот таким образом заморозить чтобы уже класть в пиццу да такими нарезать удобно было вот замораживаю потом переложу в пакетик у меня таких два поддона я в итоге заморозила не знаю попробую зимой но мне писали что очень удобно конечно же буду делать еще вяленые помидоры мне кто-то спрашивал вкусно или нет я готовлю уже не первый раз поэтому конечно же нам очень нравится в общем занимаюсь здесь помидорчиками супер и еще решила сделать тоже по совету моих зрительниц такую смесь из перца решила взять как раз таки помидорки еще такие перцы которые знаете ну не кондиции я бы так сказала видите с одной стороны немножко такие подпорченные я бы так сказала вот это вот я все вырезаю и а сам перец хорошую часть в блендере вместе с помидорами без специй это мне так рекомендовали и получится такой вот у меня соус то есть отправляем в морозилку и такой соус у меня получится как раз для тушения мяса или в овощи или в борщ добавить вот мне писали что будет очень вкусно я делаю так впервые но я уверена что будет очень вкусно потому что эта смесь она достаточно такая ароматная в общем таких вот контейнерах я достаточно много и сделала ну и конечно же решила на ужин сделать еще фаршированные перчики вот так много вот нам на несколько дней тоже хватит я очень люблю фаршированные перцы вообще тушеную капуста в общем всякое такое очень люблю вот но у меня мои мужчины едят только с мясом а мне кстати нравится фаршированные перцы овощные там рис с морковью еще с чем-то в общем готовлю всем снова привет можно сказать доброе утро девочки я снова в лесу как вы можете занять у меня дома столько работы нужно все перерабатывать все упало все делать решила пойти в лес почему бы и нет решила пособирать грибочки вот которых нет но я сейчас набрала немножко горькушек немножко сыроежек и знаете что вспомнила в прошлом году я была такая знаете я сыроежки не собираю горькушки не собираю мне это ничего не надо я вот только маховики подберюзовики досинки белые реально проходила мимо такая знаете главая женщина в этом году я собираю все вот мы уже время 9 утра но уже полчаса как в лесу вот у меня работа же надо все овощи перерабатывать все делать я гуляю так девочки туда не пойдем слышите пошли такие главы ой девочки смотрите какой красавица не зря я поехала девочки обалдеть не зря я поехала до девчонки прям ну не зря прям как чувствовала обалдеть и еще один тут же маленькие смотрите девочки боже счастья моему просто нет предела мои любимые грибочки да боночка обалдеть в общем такой лесок а чё я решила пойти девочки потому что вчера были дожди позавчера тоже были дожди больно что мы девчонок я думаю надо сбегать потому что у нас обещают дальше вообще там 11 10 градусов но и как бы грибов точно уже не будет даже тех что есть сейчас сто процентов уже не будет хотя и сейчас тоже видите иду лес пустой относительно да вот поганки он есть конечно это на самом деле поганок то не так много я вам скажу так девочки нам надо уже обратную сторону а вот это что это девочки по-моему горькушки вот это вот видите но они такие я пособираю маленькие вот эти большие не буду они такие не очень да это горькушечки такие маленькие в общем собрала шуршит у меня это пакет у меня есть корзинка девочки есть но я не беру я с собой дабы не позориться ну я не знаю почему не беру беру с собой себя пакет потому что я езжу недалеко и далее да больше все уже устала пора домой я поедем все давать развернемся в обратную сторону и поедем домой дойдем видите все сыра в принципе бутылки конечно же валяется все конечно должно быть должно быть грибочки но не хотят не хотят вот пойдем уже в обратную сторону чуть горькушек девочки мы туда не идем джуси боно тоже не надо туда на мостик так что здесь у нас очень много людей ну собаками гуляя с большими в основном с этими сказки уже одну тут встретили мои и чуть ли чуть не это самое чуть у них инфаркт не потону потому что страшно вот ну ладно идем уже в обратную сторону сколько насобирали везде лужи найдет добавочка от красота то какая маме в машину сейчас сядешь боно бандитка то какая просто ты посмотри на что это такое часу понес вот она подруга дней моих суровых да я офигеть как счастлива боно ты просто у меня герой и что с тобой делать и это туда же но это вся мокрая из-за кустов вы смотрите на неё красоточка просто красотка боно ты просто огонь как не будешь раз тут перелазить через этот обход на на пошло нет но красавица куда пошла красоточка боно пошла боно иди сюда посадить на нее просто красотуля пошли это мы домой едем уже машину красотуля моя ну что я счастлива насобирала грибочков девчули мои устали все будут спать дома все мы уже пошли к машине сейчас дома покажу свой улов но странно ни одного подберезы и коня не ушла это странно да бойся бойся грязная идет счастливая счастья нет предела джусиндра бегает сейчас собаку встретили такого лабрадора мне кажется он смесь с кем-то вот боно сразу к ногам стоит рычит на него к моим ногам типа защищать хозяйку молодец вот ну а джуси весь жидко не знал кто маняш все пойдем к машине так ну что мы уже дома вот такой у меня небольшой улов получился так боно пьет воду джуси там что-то у меня тявкает вот это все вот тут у меня сырежки горькушки все вместе я сейчас это все разберу горькушки замочу ой какая-то смотрите плохая сыроежка это на плеченью с той стороны покрылась ланы и выбросим так с решки почищу отварю горькушки замочу все супер и но и конечно же вот это боже ты мой это же вообще девочки и счастья моему нет предела честное слово я вам клянусь еще нашла вот такой вот это масленок вот ну я его наверно тоже отварю не знаю посмотрю сейчас можно его посушить вообще или нет по моему можно и маслята посушить если можно то я его посушу а белые я заморожу почищу заморожу уже ведь еще вот таких вот два маленьких рядышком росли нашла эти тоже два рядышком раз ливите белые грибе грибы он же боровик по-другому называть они бывают разные то есть бывают вот такие со светлой шляпкой и толстой ножкой и бывает вот такие это все зависит от того где они растут как-то их вроде бы разновидности как то называется очень я не сильно в этом честно признаюсь вот так что неплохо очень даже правда час гуляли ну больше чем в прошлый раз я еще раз обязательно схожу вообще я уже как сказать ну после прошлого раза я уже расстроилась думаю ну ладно буду покупать шампиньоны и все будет отлично у меня но нет я человек настойчивый у меня же есть лисички и будет такой просто грибной ассорти на пару сковородочек мне точно хватит вот так что сейчас разберу грибы приведу себя тоже в порядок сейчас ходила в душ я всегда после после леса всегда хожу муж всегда мою волосы так это моя кофемашина заработала потому что ну так рекомендую делать чтобы если кто-то все-таки вдруг прицепился чтобы его смыть и прочесываю хорошо волосы тоже девчонки мои будут целый день дрыхнуть а я еще сегодня хотела съездить в ленту но уже никуда не поеду потому что сейчас пока почищу пока то все надо на кухне прибраться в общем то сюда туда-сюда там сям то все как всегда вот и уже надо будет забирать мальчишка школы поэтому поэтому так поставлю варить сейчас разберу грибы поставлю варить пойду себя приведу в порядок вот тоже может уложу как-нибудь а то они у меня не пойми чё не пойми куда вот ну вот смотрите за два похода в лес у меня получился целый вот такой пакетик сейчас брошу замораживаться конечно при приготовлении вот белые грибы они немножко утушатся но мне еще сюда осталось добавить горькошки которые я завтра уже творю но то есть они меня вымочатся сегодня завтра творю также сюда брошу за два дня за два дня за два похода в лес принципе набрала целый пакет мне вот на два раза точно этого хватит на зиму а то может быть больше может быть даже и на три вот так что супер а пойду в лес обязательно еще раз потому что потому что люблю и гулять по лесу и грибы но грибы у меня кушать любит муж я люблю гулять видите как у нас получилось хорошо вот гулять и собирать люблю а здесь вам хочу показать моих красавчиков каспера и леофана мне как-то спрашивали вообще дружат они или нет я вам так скажу каспер не дружит ни с кем вообще ни с кем видите он так хочет с ним пообщаться так вот просто джусь это понятно она со всеми тоже дружит но каспер вообще ни с кем он не сборные не с гуни не с джусь и вообще он не любит никого считает себя самым главным мужчинам на свете поэтому ему никто больше не нужен с леофаном он вообще не хочет общаться с гуни тоже он не общается они даже кстати как-то было дрались джусь и он тоже бьет он даже бону бьет ну сейчас уже не так а вот когда он был помоложе и бона была помоложе он прямо на нее нападал и помню лапы даже до крови уши до крови кусал то есть вот такой вот прямо был товарищ вредный никого не любит леофан вот так постоянно рядышком ложится пытается как-то с ним пообщаться каспер шипит форчит ударяет его лапой драк у нас нет но каспер я бы так сказала знаете поддает ему тихонечко особенно если там каспер поднимается по лестнице этот на его пути стоит все каспер там прям все на нервах злой в общем в общем вот так его эта история происходит а леофан он ну очень хочет поиграть так как он молодой ему еще полутора лет нету то ему конечно хочется общения хоть еще одного молодого кота заводи но нет мне так хвостатиков хватает в общем вот такая вот у них история хотя если вы посмотрите то леофан в два раза больше каспера но каспер не боится никого бона так вообще же еще больше но он вот никого не боится абсолютно вот такая вот картина кстати очень часто у нас происходит каспер полюбила вот этот цветок монстеру он постоянно лежит спит здесь ему очень нравится вот и леофан периодически приходит и пытается ну хоть как-то заманить на игру хоть как-то но каспер очень стойкий мужчина вот вообще он кстати из нашей даже семьи вот он не особо любит моего мужа хотя у него так бывает он его то любит то не любит вот сейчас период когда он не любит моего мужа и не позволяет ему гладить себя начинает уже фурчать даже кусал тут его несколько раз но мальчишек понятно они слишком шумные для него вот в общем него любовь только ко мне и поэтому все остальные его раздражают я бы так сказала то есть характер у него у него всю жизнь был такой характер он даже когда был маленьким котенком он никогда не играл в не в игрушки никогда не бегал ничего он был вот таким вот вреден и вот так вот но зато он запросто все время съедает чей-нибудь корм то ли афана то собачий то еще чей-нибудь то есть полакомиться в чужой миске это в первых рядах у каспера а вот а вот подружиться уже нет так что рассказала немножко про них у меня еще спрашивали как у меня появились животные но леофан вы знаете это подарок моему старшему сыну на день рождения он мечтал о именно ум и куни именно такого цвета или светлее или вообще белом вот а каспера мы купили с мужем причем купили у женщины у него были породистые котята ну ты она их продавала как сейчас помню за 2000 рублей вот каспера выбрала я так что это может сказать мой код вот но я на сегодня с вами буду уже прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересно видите расстроился бедняка вот не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч